Привет! Помните песенку про нашу общественно-политическую жизнь? Затянулась бурой тиной гладь эстонского пруда. И тут бывший посол Эстонии в Финляндии Харри Тидо хрясь с обличительным кирпичом прямо в эту тину. И началась у нас бурная политическая страдалия с участием закатившихся звезд нашего дипломатического небосклона. Послу нашему Тидо оставалось еще прослужить пару лет в Финляндии, чтобы спокойно отправиться на заслуженный дипломатический отдых. Но спокойный это не про Тидо Харри. Я, говорит, досрочно ухожу со службы по собственному нежеланию служить этому правительству вообще и министру Хельме в частности. Харри обиделся за обиженных мартом финнов, точнее финнок, которые в тамошнем правительстве. Обиделся, честно говоря, как-то отсроченно. Последний комплимент финнам от Хельме прозвучал в марте месяце, а Харри обиделся в августе. Помните старый анекдот? Третий день висят в воздухе эстонские десантники. Но в нашем случае дело, пожалуй, не в медлительности. Демарш посла по странной случайности совпал с развернутой в прессе кампанией против новой главы Кристоф Мартина Хельме. Он упорно хочет, чтобы американцы занимались делом об отмывании у нас 200 или сколько там, миллиардов евро с долларами. А реформисты и скромно поддерживающие их социал-демократы с еще большим упорством пытаются обвинить американскую фирму и расследователя-консультанта Луиса Фри в связях с российской фирмой, подручными или знакомыми Путина. Пока еще не дошло до связи с самим сатаной. Но к этому идет. Поскольку Мартин Хельме ловко отбивается от нападок, кто-то очень веселый и находчивый решил, что тогда возьмемся за старшего Хельме. И нет, чтобы объяснить нам, насколько губительна для страны идеология экреистов. Это слишком сложно и опасно. Избиратели могут понять неправильно. А вот был за Мартом Гришок в период его службы во все той же, во всем виноватой России. Во время резидентства в Москве чрезвычайного посла Марта Хельме шел ремонт здания посольства. И по странному совпадению, примерно в то же время наш посол купил и затеял реставрацию роскошной в прошлом мызы Сур-Ляхтру. И ремонтные работы в имении вела та же фирма, что трудилась в здании посольства. И у нее потом были финансовые претензии к хозяину мызы. И случился скандал. Марта тихой сапой отозвали из Москвы в Таллин, оставили в министерстве, а когда скандал поутих, освободили от дипломатической службы по внушенному ему его собственному желанию. Прошло два десятка лет, и бывший канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Индрек Тарант припомнил, что посол Хельме попался на нецелевых расходах полумиллиона крон. Но вы же помните, эстонская собака начинает лаять на воров, когда они уже в суде. Ну или третьи сутки продолжалось столкновение самолетов в небе над Эстонией. Это да, некоторая медлительность. Но и Тарант тоже не случайно вспомнил про недостачу двадцатилетней давности. Его якобы обидело высказывание Хельме про то, что Тида поставил точку в своей карьере «прибезобразно и низко». Попутно Тарант вспомнил, каким лохом был в те годы Луис Фри, путал столицы Балтии и коверкал фамилию литовского президента. И все это всплыло в Вести Экспресс случайно именно в эти дни. А дальше пресса подключает к этому скандалу бессеребреника Томаса Хенрика Ильвиса. Помните? Это он вполне законно не вернул 200 тысяч евро, полученных на благоустройство туристического хутора, который так и не случился на месте его собственного имения. И вот бывший кристально чистый и честный президент упрекает нечестного Хельме. Дескать, было дело, но мы не хотели показать России, что у нас коррупция в министерстве. В те поры Ильвис как раз был министром иностранных дел и спустили все на тормозах. На этом Артхельме заявляет. Тарант все врет, у меня есть документы, я ни в чем не виноват. И, наконец, в редакционной заметке все той жести Пайвалехт прозвучала главная мысль всей кампании, развязанной против Хельме, американской адвокатской конторы и расследователя Луиса Фри. Эстония, считает редакция, это жертва отмывания денег. То есть получается, что с десяток лет неизвестные имели нашу страну как хотели, а Министерство финансов и внутренних дел, финансовая инспекция, полиция, уголовная и безопасность, и прокуратура и прочие внешние и внутренние органы, они что делали? Выступали невольными, безмолвными свидетелями изнасилования по логике этого издания? Будем надеяться, что дело об отмывании умонепостигаемых сумм в наших банках все-таки будет расследовано, и мы узнаем, кто, где, когда, почему и сколько. Менее загадочная ситуация с распространением инфекции ковида. Тут Департамент здравоохранения ведет строгий учет новых случаев и очагов и подробно рассказывает, кто, где и сколько. Ставит нас в известность. И если норвежское судно, доставившее в порт Сил-Ламяя 11 зараженных моряков, в итоге отчалило курсом на Финляндию, то культурную столицу Эстонии Тарту ни по морю, ни по суше никуда не отправишь. А этот город добрых мыслей за две недели одарил страну 41 зараженным, преимущественно посетителями ночных клубов и баров. Возник, как говорят специалисты, целый очаг заражения. По этому случаю тамошние ответственные люди предложили ввести карантинные ограничения по всей стране. Типа, если уж делать, так по-большому. Правительство же справедливо решило, пока ограничиться только Афинами на Эмаиге и Тартусским уездом. Там ввели жуткий запрет. Продавать алкоголь можно только до 11 вечера. И до 31 августа будут мониторить ситуацию. А там решат, как быть дальше. Если уж мы заговорили о здоровье, надо добавить пару слов благодарности Департаменту здоровья. Вот у нас остаются считанные дни до конца лета. Я уже видел, как некоторые хорошо осведомленные птицы потянулись на юг. И понятно, что любители позагорать и обмакнуться в Балтийском море стараются ухватить последнюю возможность. Так вот, Департамент здоровья предупреждает. Лискаться на штромке сейчас небезопасно. В тамошней воде обнаружено повышенное содержание кишечных бактерий. Их нам как раз и не хватало в компанию КОВИДу. Поэтому давайте не расслабляться, станем прислушиваться к советам специалистов и будем здоровы. Лайки у нас есть в достаточном количестве, идут хорошо. Дизлайков у нас нет, идут плохо. Подписка отличная, нас уже 1300 человек. И единственное, о чем я еще хочу вас предупредить, что одну неделю нас не будет. Мы немножко отдохнем. Надеемся, что через неделю встретимся снова. Вот теперь пока. Субтитры создавал DimaTorzok